Всем привет! Новый день, ребята! И да, я выгляжу прекрасно. Почему? Потому что я направляюсь делать снэпы в своё агентство. Я уже надела всё всё облегающее. Облегающий топ, облегающая юбка, конечно же каблуки. Это для того, чтобы на близких снэпах лица выглядеть не лучше, поскольку я только что поснулась. Поехали! Смотрите, какой тут вход в метро, потому что вы пройти, нужно показать зелёный код, а потом власть вот сюда свои вещи. Потом, после того, как ты прошёл эту охрану, показал код, забрал свои вещи, они проверили твои бутылки с водой на наличии, что это вода или не вода. Ты должен снова сканировать вот здесь вот свой QR-код. Наверное, как сейчас девушка тут сделали. Ты должен сидеть outside? Да, но я не хочу сидеть outside в зиму, когда это summer. И все остальное нормально. короче ребята что я могу сказать я терпеть не могу делать сына и потерпеть не могу ходить в агентство имеет всегда давление но это было очень здорово у меня очень мило агентство все очень доброжелательные мы такие прям обнялись потому что такие господи спустя месяц и наконец-то до нас добралась в общем и вся взялись такие так вот как вы выглядите на самом деле в реальной жизни потом не сделали мне снапы что не можно выдохнуть и войти поесть потому что я никогда не ем перед снапами перед замерами потому что мне кажется что если я сейчас я даже не пью воду чтобы понимать настолько все плохо потому что думаю что если я попью воду это у меня вся у меня будет еще плюс 0 5 сантиметров модельная жизнь обычно что делают девочки говорят хоть лучше заесть пожалуйста купи вина а то у меня нет времени нет я работаю постоянно вот так и заезжаешь перед гостями покупаешь в apple store вещи причем в белом мокром топе потому что на улице доль каких-то тренингах нашла все плотные ванути в apple store что-то купила мокром топе по-кушу мокром 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 Какое-то нереальное ажище. Идёшь ли я на такие съёмки? Я под парик, и засунули ещё один парик, чтобы моя голова была похожа на это. И теперь я даже не знаю, что это. И честно, у меня нет никакой реакции. То ли это похвелье, то ли что, но мне настолько всё равно, что я не буду дальше делать. Смотрите, вот это съёмка нормального человека. А вот это съёмка курильщика, ребята. Это вообще происходит. Субтитры сделал DimaTorzok Еще поняла, что почему-то стало выгорать съёмку. Посмотрите, какая локация. Посмотрите, какой мне мейк, какая одежда. А для меня это просто работа. Я не чувствую вообще никакого excitement. Просто ничего не чувствую. Типа работа и работу, знаете. Просто выполнить, пойти на работу завтра. Вот оно выгорание. Субтитры сделал DimaTorzok 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 У меня на один час часов Меняли шапки по 4 раза Просто чтобы отомстить за то, что я не хотела оставаться на экстра час Часка одинока, грустная Моё тело не выдерживает, мои волосы стали редкими Моя кожа стала портиться У меня болит горло из-за кондиционеров Потому что они исключают их на полную мощность У меня болит желудок из-за энергетиков Но не пить энергетики я не могу Потому что, сколько бы я ни спала А я только делаю, что суплю и работаю И никуда после работы не заезжаю только если до выходной я все равно не высыпаюсь и кто себя возле земли. Еще я надеюсь, что после этого чудесного труппа во влоге, в котором я не знаю, когда выйдет, вы поймете, почему так долго не выходил мой новый влог, потому что у меня просто нет сил и времени его монтировать. Пожалуйста, они в связи. Пошла смотреть, где мой таксист, который опаздывает. В середине съемки после обеда они решили изменить концепцию и, короче, натянули на меня колготки, на колготки трусы. По моему пулю после обеда нарисовали мне веснушки, сейчас меня угорать, накрутили волосы, а еще буду работать с вот этой собакой. Мне кажется, что он не настоящий. Ты не настоящий, не настоящая собака. Настоящие собаки, они, ну, типа, бегают, они куда-то что-то делают, а он просто вот так вот сидит и ждет меня, пока я переодену свои прекрасные трусы на колготки. Всем привет, мы в новом влоге и в втором влоге. Я не знаю, с какого влога это начнется. Но через вовленную вставлю, ребята, приехал на съемку. И мое агентство, когда я сюда, в принципе, так и приехала, вышла с карантина и спросила меня. Или, хочешь ли ты 3 дней? Я такая, не надо выжить, я буду работать каждый день. Они такие, хочешь ли ты какое-то определенное количество часов, типа, не больше 10? Я такая, вообще, больше, ребят. Я буду работать вообще всегда и без проблем. Есть только одно условие, чтобы не было аутсайд-шутингов. У меня на аутсайд-шутингов, на аутсайд-шутингов, на аутсайд-шутингов. Пожелайте мне дачу, чтобы я не умерла, потому что... Я пошла дариться. Зацените, ребята, вот такая локация. Построили целый город на крыше дома. Огромная студия, огромная локация. И она находится на крыше огромной высотки. Зацените вид. КОЛИ КОЛИ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Снимаем, все снимаешь? Хорошо. Раскладываю, ребята, вы поняли, что мы увидели, чего нет в нашем селе. В общем, вот эти вот штучки, типа, когда складываешь свои вещи перед кафом, сканируешь свое лицо, вот так это делаешь? Сейчас я сделаю лучшую фотографию на свете. Я модель. Конфир. Потом платишь с QR-кодом, ну, конечно же, нашим любимым. 3 юаней. Натяжение. Вы чувствуете это натяжение? Да. Опа. Магия. Вы такое вообще грязь видели? Такое, только в Кейтаре. О, какой лед. Его здесь не чистят. И он просто, типа, 24 на 7, видимо, работает. И он прям пошарпанный. И коньки шатаются. Ну, поехали. Почему мы отказались от подлокотника? Ребята, мы сделали подлокотник с огромной зимой. Вы посели посрать. Можем покататься? Можем покататься. Если что, можем покататься? Смотрите, ребята, мы единственные на этом катке. Это вообще как? В общем, ребята, Кристи мне здесь напомнилось, что я вообще-то блогер, и я не сняла, как я открыла свой шкафчик. Смотрите, какие технологии. Сейчас у нас усканирует свое лицо. Бжух. Бжух. Синяя кнопочка. Синяя кнопочка. Я тоже много это сделала. И вуаля. Магия. Боже мой. Боже мой. За это можно поставить лайк. Вообще за все можно поставить лайк. Ставьте лайк. Я не напрашиваюсь. Всем привет, ребята. Просто тоже у вас курса, что у меня же с ним происходят. Какой вы понял, пиздец. Ну, ничего не понятно. Ничего не понятно. Остануешь ли я в Китае? Не остануешь ли я в Китае? Я напоминаю, что у меня отношения на расстоянии неизвестны. Когда мы встретимся с моим парнем, возможно, через полгода. Возможно, через месяц. Возможно, мы даже не знаем, в какой стране. Потому что никто ничего не понимает, ребята. Знаете, я сказала Благодарна за то, что вы иногда пишите мне в Инстаграм или комментарии. Ставлю, типа, о, Элис, ты так вдохновляешь. И у вас, наверное, я читаю. А тот раз в момент, когда получаешь серовые новости, типа, о, никто не знает вообще, насколько ты останешься в Китае. Может быть, есть такая вероятность, что ты можешь улететь оттуда, отсюда. Через 10 дней. Мы 105-й. Сегодня моя последняя, специально последняя работа в Китае. Я очень рада, что я у ИЗА. Сегодня я работаю со своими любимыми клиентами, любимыми фотографами, если помните, которые я назвала Сэнки Сэнки, которые не знают, где здесь есть. Осталось 2,5 часа работы. Я свободна. Осталось 2,5 часа работы. Осталось 3,5 часа работы. Осталось 3,5 часа работы.